Как дела, ребят? В этом видео мы познакомимся с бюджетным проектором. Под бюджетным я имею ввиду 33 фунта, сущие копейки для рынка проекторов. Что можно ожидать от него? Упаковка простая и выполняет свою функцию защитить проектор. Внутри коробки у нас проектор, зарядное устройство, крышка для линзы и оптический вход. Но ни VGA, ни HDMI кабели не входят в комплект поставки. Моей первой реакцией было, какая симпатичная вещица. Проектор маленький, но очень хорошо сделан. Да и выглядит довольно стильно. Я провел много времени со своим прошлым проектором, который не был так красив, как этот. Поверхность собирает отпечатки пальцев немного сильнее, чем я бы хотел. Но ведь это не ручное устройство, а настольное, так что не страшно. Имеются выходы VGA, HDMI, а также слот для карты памяти. Подключение довольно простое. Просто подключите кабель питания и HDMI. HDMI наиболее оптимальный выбор, потому что он передает как аудио, так и видео вместе. Различные способы подключения означают, что вы сможете подключить проектор к своему планшету, ноутбуку, ПК и даже камере. Включаем проектор. И в такой хорошо освещенной комнате изображение едва заметно. Мощность лампы 60 люминов, что на фоне других проекторов очень мало. Настройте фокус и получите изображение. Проектор выдает картинку размером от 50 до 200 сантиметров. И хотя я не смог сфокусироваться на так близко расположенной стене, в большинстве случаев все работает хорошо. Проектор выдает довольно большую картинку, учитывая размер устройства. Как видите, здесь картинка проецируется с расстояния 5 метров на стену в моей комнате. И картинка довольно сочная и яркая, но подводит разрешение. Максимально выдаваемое проектором разрешение 320 на 240. Можно представить качество картинки, транслируемого с планшета с разрешением 1080p, как например с моего Nvidia Shield. Низкое разрешение сильно бьет по качеству картинки, текст едва читается. Но почему я потратил так много времени на этот проектор, обдумывая способы его применения? Да потому что обидно. Подводит ужасное разрешение. Но в остальном проектор довольно функционален. В темной комнате свет проектора яркий, а картинка получается сочной и красивой. Помимо этого, проецируемое изображение довольно большое. Но из-за низкого разрешения я не могу порекомендовать этот девайс большинству пользователей. Проектор не подходит для презентации, так как текст плохо читается, а картинки получаются нечетками. Также не получится использовать его в качестве интерактивной доски на уроках. По тем же причинам. К сожалению, даже просмотр видео затруднителен. Как видно здесь, практически все на картинке отлично. Живые цвета, освещение, чистота кадров. Но разрешение просто ужасное, невозможно насладиться четкостью картинки, уж лучше смотреть видео на планшете. Мне очень понравилась чистота кадров. Проектор выдает гладкие 60 кадров, что очень хороший показатель по сравнению с другими моделями, выдающими 30 кадров. Также было сюрпризом и порадовало наличие встроенного динамика, который заявлен как Hi-Fi, что почти правда. Он может вполне заменить настольные динамики. Динамик достаточно громкий и соответствует уровню начальных Bluetooth колонок. Оценим шумность проектора в работе. Вот моя комната в абсолютной тишине. А теперь включим проектор и услышим разницу. Мне нравится размер, вес и цена устройства. Качество звука также довольно хорошее. Но я не могу посоветовать сбегать и купить проектор прямо сейчас. Покупка несколько спорная. Вы платите 33 фунта и получаете небольшое устройство, способное проецировать большое двухметровое изображение на стену. Которое выглядит очень сочно, если не учитывать ужасное разрешение. Немного доплатите и вы сможете найти то, что идеально удовлетворит все ваши запросы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok